МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отныне бывшие военнослужащие имеют возможность бесплатно совершенствовать свои знания по иностранному языку. В государстве продолжается проект Украина-НАТО с целью переподготовки и социальной адаптации военнослужащих. В программе приняли участие отставные военные, ветераны и бойцы, которые завершают службу. Среди них более 80% — это участники АТО. Курс, который мы планируем проводить, финансируется программой НАТО по переподготовке бывших военнослужащих и является одним из многих, которые мы проводим с 2000 года. Этот курс, собственно, предоставляет новые возможности для участников проекта. С сентября 2018 года по январь 2019-го 16 военнослужащих впервые будут изучать английский язык и получат навыки, необходимые для трудоустройства и адаптации к гражданской жизни. Кроме знания языка, слушатели курса планируют научить, как писать резюме и проходить собеседование. Пятидневный курс английского будет длиться по 5 часов ежедневно в течение 4 месяцев и составит 400 часов. Конечно, желающих намного больше, чем группа нам позволяет это сделать, так как состав группы всего 16 человек, поэтому мы проводим тестирование перед началом курса. Соответственно, мы тестируем уровень, какой сейчас имеют потенциальные слушатели, и уже отбираем по необходимости группу. Главные критерии отбора слушателей, рассказывают в Британском совете, чтобы уровень владения английским был у всех одинаковый. Тогда и обучение будет эффективнее, и прогресс заметнее. Ведь разница в знаниях создает дополнительные проблемы как для студентов, так и для преподавателей. Поскольку одним студентам очень трудно, а другим может быть неинтересно, для этого мы и тестируем их в начале. Соответственно, мы набираем студентов начального базового уровня. Сейчас мы запускаем группу «Элементарий», поскольку это именно те люди, которые действительно могут по максимуму использовать эту возможность. Кстати, если кто-то из военных в связи с определенными жизненными обстоятельствами не сможет проходить дальнейшее обучение, то на его место приглашают другого желающего. Программа языковой подготовки в Украине была основана в 1999 году Управлением НАТО по экономическим вопросам безопасности и обороны. Проект направлен на оказание помощи бывшим военным или тем, кто вскоре будет уволен в запас. Языковые курсы осуществляют Британский совет, что касается английского языка, и Гёте-институт, который обучает языку немецкому. Программа с каждым годом развивалась и расширялась, и таким образом за это время мы осуществили переподготовку более 10 тысяч военнослужащих. Бюджет, который выделен на 2018 год, позволит нам осуществить переподготовку еще почти 850 человек. Валерий Фидяй, бывший военнослужащий, проходивший службу в Главном управлении оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины. В школе изучал французский язык, в военном училище немецкий, теперь планирует освоить английский. Узнал о таких курсах от своего товарища. Он когда-то их проходил и порекомендовал. Кстати, эта программа финансируется представителями НАТО для адаптации бывших военнослужащих. По моему мнению, очень интересная вещь, и знания лишними никогда не бывают. Офис связи НАТО в Украине будет мониторить результаты трудоустройства уже через 8-9 месяцев после завершения курса. Средний показатель трудоустроенных участников проекта составляет 80%, говорят международные партнеры. Однозначно важность данных курсов на сегодняшний день выступает, как говорится, на первый план, когда принято решение о политике государства на курс НАТО. И определенным образом в этом должны принимать участие не только военнослужащие. Языковые курсы проводятся в различных городах Украины. С 2000 года было охвачено более 65 украинских городов. Программа предоставляет возможность пройти подготовку по таким направлениям, как менеджмент, маркетинг, английский язык, экономика малых предприятий, радиоэлектроника, дизайн, информационные технологии, охрана, навигация маломерных судов и другие сферы деятельности. НАТО и Британский Совет сотрудничают уже около 20 лет. И хотя Британский Совет участвует во многих проектах, которые повышают уровень английского языка в секторе безопасности и других секторах, связанных с военными структурами Украины, именно сотрудничество с НАТО по программе переподготовки военнослужащих для нас особенно важно. Это одна из тех программ, которой мы действительно гордимся. Итак, при поддержке НАТО в Украине проект по изучению иностранного языка для бывших бойцов дает возможность получить новые знания для самореализации, найти достойную работу и адаптироваться в гражданской жизни. Это уже второй курс английского языка, который Британский Совет запускает в этом году. Участниками международной программы могут стать кадровые военные, которые уже уволились из военных формирований, или планируют уволиться в течение года после начала курса и официально проходили службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины.